добрый день воскресенье традиционные ответы на вопросы сегодня 18 февраля немножко о себе как обычно я похудел на 77 килограмм за 11 месяцев за счет правильного питания и небольшой физической нагрузки ежедневной и больше года уже поддерживаю свой вес учу вас устраиваем марафоны показывают свои тарелочки в общем-то все как обычно давайте перейдем к вопросам вопросы я зачитываю с телеграмма иногда стик тока нужду вопросов из других соцсетях в ютубе и в инстаграме и яндекс зене поехали зачем идти к вам на марафон если вы и так всегда отвечаете на вопросы можно питаться по вашим тарелочкам вообще отличный вопрос на самом деле прям как будто рекламный марафона давайте объясню знаю очень многих людей которые сначала смотрели мои ролики самостоятельно худели потом через месяц два-три писали мне в личку вопросы вот что-то ваше питание не очень хорошее потому что она не работает я вот питался скинул пять килограмм и все потом месяц-два вес стоит на одном месте начала расспрашивать этого человека что у него как он питался чем он питался оказывается он куча ошибок понадел то есть в принципе смотря мои ролики и внимательнее если вы будете очень внимательны и будете слушать мои ответы на вопросы все можно делать грамотно но как показывает практика большинство из вас к сожалению немножечко упускает какие-то мелочи а каждая мелочь очень важно в этом питании поэтому на марафоне я объясняю конкретно что 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 можно что нельзя я вижу что вы едите вы мне в присылать свои фотографии тарелок и я смотрю и вижу часто ошибки даже те кто уже месяц на марафоне все равно допускают ошибки это важно контролировать потом не забывайте поддержка группы она очень мотивирует человека не сбиваться с пути когда вы видите что ваш сосед скинул два килограмма за неделю а вы нет у вас есть о чем задуматься это очень важно на самом деле так что марафон конечно более эффективен но есть люди которые и без марафона отлично худеют я очень за них рад привет игорь маринованные грибы домашние без сахара и такое блюдо как бигас тоже собственного приготовления можно ну грибы нет нельзя маринованный там же соль там уксус ни к чему совершенно лишняя соль нам вы лучше просто отварите грибы соль мы едим но в соленье как правило добавляется большая часть соли больше чем обычного чтобы не портились консервы поэтому не надо бигас конечно чё квашеная капуста тушеная почему же нельзя то можно можно главное чтобы масло растительного не было при приготовлении все игорь здравствуйте я уже вас спрашивала но все же встаю в 6 ложусь в 10 и в 7 утра кушать хочу в 9 тоже вечера получается 6 раз в 6 раз 6 разовое питание если порции немного уменьшить и распределить на 6 приемов пищи по вашему принципу что думаете 5 приемов голодно я не знаю слушайте вы можете конечно разделить ничего страшного в этом не будет главное углеводы после трех дня не есть ну а почему у вас так получается я не знаю я встаю например в 5 а завтраку в 9 ну ничего утром воду пейте воды надо пить 30 40 миллиграмм на каждый килограмм своего веса есть 100 килограмм на 4 литра воды в день должны выпивать утро должно начинаться со стакана лучше с двух стаканов воды лучше комнатной температуры или температура вашего тела что еще лучше 6 стали но в 78 позавтракайте потерпеть туда два часа можно пока вы там в туалет сходили извините умылись воды выпили не знаю можно пойти собакой погулять можно просто пройтись 8 часов сели вы и позавтракали и также 8 вечера вы последний пятый прием поели в 10 ложитесь спать через два часа это нормально не знаю но попробуйте шесть раз так доброе утро игоря есть ппс супы и дневной сон как-то помогает организма восстановиться лет совсем бессмысленно супов нету мы не едим супы бульоны мясные рыбные они вредные потому что у них плохой холестерин не к жиры ни к чему овощные бульоны ну они вообще бесполезны там все овощи переварены уже в хлам ни к чему совершенно супы и отвыкайте это просто привычки дневной сон он не то что помогает он мешает хотите днем спать идите гулять я так всегда говорю своим марафонцам не надо днем спать потом ночью будете плохо спать а ночной сон он очень важен иногда можно понятно что пришел с работы устал ну где-то можно часок но опять если это не сильно влияет на ваш ночной сон добрый день как справиться с голодом постоянно хочется есть особенно сладкое мучное меня хватает на четыре дня пп а потом жор без меры как вы устояли в начале своего пути спасибо я не знаю четыре дня пп вы имеете виду питание как у меня или вообще ппп бывает разное кто-то есть в этом два раза в день и конечно он будет голодный а если есть как я пять раз в день через каждые три часа не знаю мне хватает я всегда сыты у меня никогда не было о я голодный есть хочу поэтому не в начале пути сейчас мне есть вообще не хочется течение дня многие на марафоне снижают порции свои причем здорово вместо 300 грамм там 200 а то и 150 едят потому что они не успевают проголодаться к следующему приема пищи я не знаю что у вас за ппп было приходите ко мне на марафон попробуйте месяц я думаю 800 рублей не такие уж большие деньги зато посмотрите я не знаю как так получается что вы через три дня уже все готова сорваться может не хватать каких-то сладостей это да есть такое для женщин особенно но для этого пьем магнина перед сном он снижает плюс мы опять же пьем обязательно воду не забывайте пилили вы воду вот эти четыре дня на пп 30 40 миллиграмм на каждый килограмм свой вес вот попробуйте с водой она тоже снижает аппетит между прочим добрый день игорь подскажите покажите вас какие витамины вы пьете пьете ли коллаген какой фирмы где заказываете сейчас их так множество сложно сделать правильный выбор а вы имеете опыт заранее спасибо но опыт питья витаминов у меня всего лишь два года можно сказать ну чуть больше знаете по поводу витаминов я консультирую женой она у меня косметолог она с медицинским образованием но вы все прекрасно понимаете что самые нормальные витамины это импортные но всяк случай я так считаю я стараюсь пользоваться именно иностранного производителя витаминами рекламировать никакие не буду я кстати в группу часто скидывал может на идти в ссылочках я вам сейчас так не назову я знаю фирма нью неплохая есть фирма ой дай бог памяти баунти это все импортные еще другие есть фирмы и валар неплохая вот я магний от эвалар пью цитра очень неплохая фирма смотрите отзывы читайте отзывы лучше покупать конечно в аптеке хотя я не брезгую заказываю на зоны на валберис но там можно на подделки нарваться читайте отзывы читайте комментарии под этими покупками товара да потом как-нибудь скину в группу telegram фотографии сейчас просто я не достану все эти свои витамины чем я разные меняю не то что постоянно на одном производителе добрый день как заставить себя ходить ежедневно как заставить себя ходить ну наверное надо просто сильно захотеть похудеть надо понять что если сейчас не взяться за себя дальше вы будете еще больше полнеть нет такого что вот вы потолстели до 100 килограмм и все и дальше не будет толстеть нет вы снова будете толстеть дальше кто-то быстрее кто-то медленнее но этот процесс неизбежен и с каждым килограммом все будет вам хуже и хуже нагрузка и на все органы на позвоночник и на суставы на все я уж не говорю про внутренние болячки гипертонию сердце ой хотите жить идите уходить гулять вот это и заставляет ходить желание жить я третью неделю по методу игоря сейчас немного намного легче переносить голод но все же еще и хочется есть у меня одно спасение стакан воды тем более нам надо много пить удачи и терпения вот все верно хочется есть пить и воду в начале может действительно не хватать но увеличьте порцию до 350 грамм в принципе можно увеличивать порцию спасибо игорь ем с вами по времени даже сердце говяжье приготовила крупы все нужны нужные закупила рыбу разную так как живу за городом за 10 дней минус три килограмма спасибо я очень за вас рад хамина альфина да очень рад или хамина альфина ну не суть простите неправильно назвал ваше имя очень за вас рад смотрите смотрите мои ролики и будьте дальше худеть не забывайте водичку пить и гулять каждый день хотя бы часик быстрым шагом игорь добрый день какой фирмы ламинарии на зоне вы берете подскажите тоже сейчас не достану ее у меня другом шкафу далеко убрато убрана китайская фирма заказывала на озоне и на валбересе заказывал где-то килограмм сто тысяч рублей по моему в сухом виде когда вы ее водой заливаете получится 10 килограмм с этого количества потом как-нибудь скину кстати в телеграм-канале есть ссылках я скидал по моему поищите игорь добрый день употребления субпродуктов для разнообразия рациона или еще для чего то и на что он может повлиять конечно для разнообразия ни на что он не влияет субпродукты просто хочется какого-то разнообразие вот и их ем белка в них практически только же субпродуктов знаете они же разные бывают первой категории по моему вдаль и второй категории первые категории относятся язык печень мозги по-моему там еще что-то вторая категория это уже всякие уши и там почки легкая рубец вот это да это все вторая категория вот в первом первой категории белка содержание такой же как и в мясе практически и в чем-то даже пользы больше иногда зачастую каким-то микроэлементом чем самом мясе вот их можно управлять более часто а второй категории ну так иногда хочется поешься там несколько раз неделю не надо постоянно качестве продукта вообще не надо ничего есть каждый день одно и то же старайтесь менять сегодня рыба завтра мясо после завтра там другая птица какая-нибудь какие-то креветки по мере возможности по возможностям своего кошелька смотрите но чем больше мы меняем рацион свой то есть чем разнообразнее вас пища тем меньше шансов получить какой-то дефицит чего-то мы должны все витамины все минералы по возможности получать для этого надо разнообразнее питаться ох солнце мне глаза ладно скоро заканчиваем ролик уже больше десяти минут придется для тиктока разбивать на несколько частей так есть ли варианты теплого завтрака ну конечно вы на мой творог не смотрите просто я вот так полюбил что последний год ем только творог а вообще пожалуйста каши любые можно есть из медленных углеводов в горячем виде разумеется сваренные на воде также яйца отварные или какую-то яичницу но без масла естественно приготовленную овсяно блины какой-то омлет все это горячие конечно горячие завтраки пожалуйста кушайте игорь хотела узнать есть ли предел похудения когда питаешься по вашему методу до какого веса можно так питаться я не знаю какой предел я питался вот до 90 килограмм дошел со 170 почти но я совсем прямо обвис мне очень не понравилось мое лицо и все мне сказали что мне действительно очень плохо я принял решение и набрал даже три килограмма четыре ну короче 94 вот мой нормальный вес до 95 но не менее 93 я считаю что это достаточно если бы я дальше продолжил наверное бы я бы еще скинул но мне это не нужно совершенно конечно предел какой-то будет любом случае вы до нуля не худеете но я чтоб сейчас не худеть дальше я что-то подъедаю я не показываю это в роликах но я это периодически говорю об этом что где-то яблоко съедаю где-то грушу где-то горсть орехов могу съесть там после второго приема пищи если конкретно за неделю похудел там на килограмм вот в отпуске я очень много ходил и сбрасывал прямо по два килограмма за неделю который мне не надо было сбрасывать я мог себе позволить чебурек съесть и мороженое десертик какой-то поэтому этим контролирую свой вес слушаю ковалькова иногда его высказывание противоречит вашим в частности не надо пить воду литрами надо пить когда захочется при вашем питании хочется часто я тоже слушаю ковалькова дай бог ему здоровья как вы знаете он сейчас заболел раком прям очень хороший человек и очень многое когда я составляла питание черпала у него вот по поводу воды им да действительно он говорит что пить воду не надо так я тоже за вас силы пить не заставляю постепенно приучаться надо пить воду это нужное количество 30 40 миллиграмм на каждый килограмм своего веса конечно вам не хочется пить не пейте но постепенно наращивайте наращивайте каждый день пока не придете к своей норме потом опять же не забывайте ковальков все-таки больше пропагандировал кет диету ну не совсем там нужно отличалось питание того питание которое я предлагаю поэтому может быть и воды хотелось меньше но вообще вот даже вот я не знаю вы посмотрите даже еще старые учебники какие-то по диетологии даже посмотрите автоматы стоят с водой питьевой да вот в частности в крыму даже москве у нас стали ставить на них прям написано норма воды в день рекомендованы там воз до всемирной организации здравоохранения 30 миллиграмм воды на один килограмм веса то есть я не то что вас запредельно заставляю пить воду там какими-то ведрами нет это то что рекомендует здравоохранение это не то что я вам придумал поэтому вы не хотите пить не пейте но имейте ввиду что метаболизм надо разгонять тогда и процессы внутренние обменные пойдут быстрее почему подсолнечное масло нельзя оливковый кунжутный можно да можно подсолнечное только конечно не в пластиковых бутылках и первого отжима но имейте ввиду что соотношение омеги-3 омеги-6 должно быть один к четырем как в оливковом допустим да а в подсолнечном она один к трехстам ничего хорошего это омеги-6 нету но это чисто моя рекомендация вы найдете кучу статей в интернете что подсолнечное ничем не хуже оливкова то и лучше поэтому смотрите сами хотите ешьте будет употребляйте подсолнечное но это мое мнение что я лучше не буду употреблять отдам делать как хотите просто спасибо за все процесс идет голод очень редко кушаю вкусные полезные иногда немного нарушаю дай бог вам здоровья светлана спасибо за такой комментарий у меня тоже процесс идет голод не чувствую поэтому порцию уменьшил спасибо большое вот видите люди даже уменьшают порцию я не знаю если правильно питаться как я рекомендую и пить воду которую я рекомендую вам должно хватать всего я смотрю ваш инстаграм я понимаю если такой меню когда худеете но так питаться постоянно как вы сейчас это нудно меня приводит в ужас но у меня больше в ужас приводил мой вес когда у меня все болело вот это меня в ужас приводило поэтому у меня это питание не приводит вы уж извините но мне сейчас приводит в ужас алкоголь и жирная пища которую я вижу сплошь и рядом я уж молчу про сахар газировки соки и так далее вот это у меня в ужас приводит. Понимая, как люди себя убивают этим продуктами. Так. А можно ли грибы? Можно, конечно, можно. Грибы мы относим к овощам. Но, опять же, как я уже повторял, не надо зацикливаться на чем-то одном. Поели грибы, завтра поешьте другие овощи и так далее. Не надо прямо есть одни грибы теперь, раз их можно. Игорь, скажите, пожалуйста, если опоздал по времени поесть, то сбегать время приема? Нет. Лучше пропустить. Если вы опоздали более чем на 15-20 минут, лучше пропустить до следующего приема. Но, если прям совсем голод чувствуется, прям невозможный, съешьте что-то овощное из этого приема. И все, больше ничего не надо. Все. Все вопросы исчерпал. Все, что мог, ответил. Еще раз повторю. Провожу марафоны. В телеграм-канале они проходят. Цена 800 рублей в месяц. Приходите. Нас уже десятки людей. Все худеют. Кто хочет. Кто за себя берется, тот худеет. Кто не хочет, тот просто сливается с марафона. И все. И такие есть. Но худеть надо. Это обязательно. Потому что ничего хорошего с лишним весом не будет. Всем удачи, всем здоровья. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok